Продолжу свои пятиминутки не политкорректности. Но на этот раз я немножечко поменяю тему, потому что с войной уже всё понятно, разобрались со всеми вопросами, переубедить кого-либо в чём-либо уже невозможно и так далее. Но я сегодня хочу немножко о другом порассуждать. Вот, например, я сейчас работаю в магазине музыкальных инструментов. Видите, вот сидит человек, крутит барабаны. При том, что я им всё включил, он почему-то считает своим долгом продолжать их крутить. Вот. Этот человек находится в магазине уже 40 минут. И в течение 40 минут он попробовал все инструменты. Он играл на фортепиано, на органитах, на звуки гитары. Тянулся к джембе, попробовал несколько перкуссионных инструментов. Вот. То есть, когда мы спросили, что его интересует и чем мы ему можем помочь, он ответил, что он выбирает инструмент. То есть, понимаете, вот люди взрослые вроде бы, да, как говорится, с формируемавшимися мозгами вроде бы, по идее, которые должны были бы быть, почему-то считают, что вот если попробовать вот так поиграть на нескольких инструментах, то можно выбрать тот инструмент, к которому ты, как говорится, подключаешься, да. То есть, человек в возрасте 20 лет плюс полагает, что нужно попытаться потрогать. Не вышло, ну, потрогаешь еще несколько раз, и все, и ты уже выйдешь. И что для того, чтобы научиться играть на инструменте, учиться играть не нужно, нужно его только купить. А потом нужно спросить у продавца, а как он работает? Я вам серьезно говорю. О чем я хочу сказать? Население конкретно и тотально тупеет. Почему я так говорю? У меня есть для этого основания. Я работаю в магазине музыкальных инструментов. В этом 10 лет, а вообще в магазинах музыкальных инструментов, я работаю с 96-го года. Это 21 год. Нет, какой это 21 год? Это больше. Ну, стоит 4, еще 2, 2, 2, плюс 4, 26 лет. Вот, 26 лет я продаю музыкальный инструмент. Раньше такого не было. Раньше люди не были настолько тупыми. Ладно, вы скажете, я говорю о любителях. Да. Но даже любители имели представление о том, что для того, чтобы выбрать себе инструмент, это не должно происходить прямо в магазине музыкальных инструментов. Ты должен им заинтересоваться, привыкнуть к его звучанию, научиться его выделять в записях, когда ты слушаешь музыку. То есть, почитать о нем чуть-чуть в интернете, там еще что-то. Это то, что касается любителей. Но самое жуткое... Сейчас, секунду, пропустим амбуланс, терпеть не могу. Вот, но самое жуткое... Ладно, оставим они профессионалов. Они, как говорится, имеют право тупить. Это нормально. Профессионалы. Люди, которые десятки лет... Я вам серьезно говорю. Десятки лет работают в той или иной сфере. Они не знают, как называются кабеля, которые им нужны. Как называются разъемы. То есть, они, приходя в магазин, который продает профессиональное для них оборудование, работая на этом годами, не знают, как это называется. Приходят и говорят, у вас есть это. При этом, не показывая ни фотографии, ничего. Просто говоря, это. И вот, по слову это, я должен догадаться, что ему надо. На полном серьезе, я вам говорю. Самое жуткое, что у нас таких клиентов процентов 90 стало. Вот еще 20 лет назад, их было процентов 10-15. То есть, абсолютно полностью поменялась вся картина. На 180 градусов развернулась. Подавляющее большинство. Профаны. Кто такой профан? Это человек, который работает в какой-то сфере, но является абсолютно некомпетентным мне человеком. Я с ужасом думаю о том, на кого мы... Я уже имею право сказать старики, потому что мне за 50 лет. На кого мы оставляем музыку. Какой будет мир в будущем с этими вот, которые говорят, дай мне это. Я просто в состоянии шока. Я не знаю, что будет дальше. Ребята, грустно.